Добрый день. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мне очень приятно, что вы пришли сегодня, потому что, наверное, невозможно говорить о двигательных расстройствах без людей, которые сделали очень много в нашей стране для того, чтобы вообще заинтересовать неврологов и обучить. И вообще, конечно, это такой, на мой взгляд, очень уникальный раздел неврологии, который очень-очень интересен. Я, когда готовилась к этой передаче, я посмотрела сайт общества двигательных расстройств МДС, и, собственно, мне было интересно вообще, когда зародилось это направление двигательных расстройств. Мы знаем, что общая неврология выделилась в отдельную специальность, это где-то XIX век, а вот середина XX века, по сути, выделила двигательные расстройства как общую субспециальность. И вот я нашла, что, оказывается, в 1957 году была основана Всемирная федерация неврологов, и буквально через год, через два появилась первая вот эта секция по экстрапирамидным расстройствам, которую Мелвин Яр организовал в Американской академии неврологии чуть позже, это было фактически в 80-е и 95-е годы. Я нашла интересную очень фотографию, Сергей Николаевич, посмотрите, здесь на фотографии сидит, да, да, все замечательные люди, яркие, потрясающие просто. Да, да, и вот я хочу спросить, есть ли у нас какая-то фотография, что происходило в нашей стране в эти же годы примерно, есть ли у нас какая-то фотография, потому что национальное общество возникло в 2008 году, правильно? Как возникла вообще идея национального общества, и есть ли какая-то фотография, где вы тоже сидите и рассуждаете о том, как его организовать? Ну, наших фотографий с Наталья Владимировна довольно много, потому что действительно у их столько стояло несколько человек, ну, ведущих специалистов в нашей стране в области изучения двигательных расстройств и болезни Паркинсона. Говоря о том, что было в те годы, давайте определимся, в какие в те годы. Вы начали свой обзор с 19 века. Поэтому я скажу, что еще до формирования международной группы, тем более отечественной группы двигательных расстройств, все же вклад наших отечественных перифеев в эту область был очень велик. Надо вспомнить основоположник всей российской неврологии Кожебникова, описавшего миоклонии, там несколько форм с миоклониями. Это, безусловно, минор, это эссенциальный тремор, это тоже еще один классик неврологии, представитель школы Московского университета. Это, безусловно, Довиденков, великий наш невролог, нейрогенетик, это дистонические миоклонии, другие корифеи. Что касается нашей страны, то, безусловно, вы справедливо отметили, что в последующие годы эти исследования развивались. В 1978 году был открыт Национальный центр экстрепаментных заболеваний, в котором работал Наталья Владимировна Федорова, и который был законодателем МОД с точки зрения научных исследований и реализации учебных программ и подготовки после теплом специалистов. Большая группа всегда работала в нашем центре, в институте тогда неврологии, занимавшись определенными аспектами генетическими, в первую очередь, подфизиологическими. И это все имело свои естественные корни, и что немаловажно, даже в советские годы, когда контакты были достаточно ограничены с зарубежными коллегами, как раз те люди, та же Елена Биттемаркова, которая классик просто в области изучения дистонии, контакты с зарубежными организациями были достаточно тесными, и это продвигало направление. И когда стало понятно, заканчивая ответ, несколько пространный, но очень важный исторический контекст, что эта область развивается поразительными темпами, и мы не можем обходиться без какой-то надстройки, позволяющей нам координировать работу разных специалистов, неврологов, нейрохирургов, нейрофизиологов, специалистов в опции экспериментальной нейробиологии, появилась мысль сделать аналог общества международного в нашей стране, что и было реализовано при участии нескольких активных людей, и дело потихонечку пошло. А на фотографиях это где? На фотографиях слева это одно из первых медико-генетических заключений, которые выдает Ирина Анатольевна Новосмоленская, многолетний лидер нашего отделения в этом направлении в нашей стране, у пациента с болезнью Гентингтона. Это одно из таких ключевых заболеваний модельных, относящихся к болезням движения. 1995 год — это год создания нашей ассоциации по изучению болезни Гентингтона, пациентской ассоциации, ассоциации помощи. И тогда ДНК-анализ был большой редкостью, вот в нашем институте открылась лаборатория годом ранее, вот одно из первых заключений, которые мы даем. Справа — это пациентская конференция, я, может быть, потом два слова расскажу, когда вы имеете в виду пациентских организаций. Это тоже давняя традиция по болезни Гентингтона, я хочу подчеркнуть. Наталья Владимировна, координар, работу паркинстаническую, так скажем. Ну, а внизу — это первое совещание той европейской сети по болезни Гентингтона, в которую вошла наша страна. И в центре Берхантлан Вермайер, один из лидеров, многолетний из Германии, наш большой друг, и один из лидеров, гость наших конгрессов, который координирует работу, касающуюся регистра пациентов с болезнью Гентингтона и целый ряд научных, научно-образовательных программ в этой области. То есть уже в 95-м году фактически пациентская организация по хоре Гентингтона начала свою работу, да? А это тоже... А это отдельные этапы большого пути, это встреча семей, как вы видите, как это принято, в такой неформальной обстановке. В том числе выезд наших семей за рубеж, вот справа внизу, это как раз на одном из международных конгрессов. Это вот в нашем центре, судя по конференциалам, мы видим встречи в других местах, в Москве, в других городах. Это все разные, так сказать, были встречи здесь, я думаю, не только в 2014 году, здесь некоторые другие тоже события представлены. Но были выпущены, то есть в отношениях хоре Гентингтона, репонд «Редкие люди», он активно работающий, да? То есть, причем, я насколько понимаю, это вполне такая самостоятельная организация, да? То есть, которая руководит не врач, а человек, который просто связан как-то, да, с семьями. Потому что, мне кажется, что есть некие проблемы вот в ассоциациях пациентских, что часто врачи берут из себя инициативу, да, или вынуждены взять инициативу. И при этом у нас не работают фонды так, как они, например, работают в Соединенных Штатах Америки, пациентские организации, я имею в виду, да? Да, я могу сказать, что это действительно очень большая проблема в нашей стране. Возможно, это связано с определенной психологией, с неактивностью наших пациентов. Ну вот, поскольку я возглавляю пациентскую организацию «Общество помощи больным с болезнью Паркинсона» и другими инвалидизирующими расстройствами движения, могу сказать, что инициатива изначально, конечно, исходила от нас, именно от неврологов, которые занимаются этой проблемой. В частности, вот наш Центр экстрапирамидной патологии, который существует уже более 43 лет. Изначально он был организован и существовал под руководством профессора Петелина. Вот здесь вы видите его прекрасную фотографию. Затем наш Центр возглавлял Шток Валентин Нахманович. Ну и сейчас возглавляет, конечно, всем известный профессор Левин Олег Семенович. И когда мы наблюдали в течение более 40 лет этих пациентов, мы видели, что они беспомощные. Они не ориентируются в информации о заболевании. Они знают, что это неизлечимое заболевание. Они впадают в депрессию, которая и так характерна для этих пациентов. У них нет не только информационной поддержки, но и социальной поддержки, психологической поддержки. И тогда, по аналогии с организациями, которые существуют в Америке, это огромное количество организаций общественных для больных с болезнью Паркинсона, а также европейских организаций, мы по аналогии еще в 2001 году создали это общество. В дальнейшем оно было перерегистрировано в 2010 году уже под эгидой национального общества. Это уже больше практически 20 лет. Да, 20 лет под руководством Сергея Николаевича мы как раз под эгидой, под крылом этого национального общества. Проблем у нас очень много в этой стране, потому что, к сожалению, у нас не принята такая благотворительная помощь, которая существует в бизнесе в других европейских странах. И, по сути дела, действительно именно наша инициатива, активность врачей позволяет существовать этому обществу. Потому что хотелось бы, как вы уже говорили, Катерина Витальевна, чтобы это все-таки была инициатива, исходящая от пациентов и их родственников, которые понимают изнутри эту проблему, понимают, какие вопросы стоят перед ними. Надо сказать, что мы достаточно успешно функционируем уже, получается, 2021 год. Мы выпустили огромное количество тоже пособий для больных и по лечебной физкультуре, и по питанию, и по качеству жизни, и по тем приемам, которые позволяют улучшить непосредственно для каждого пациента его среду обитания. Мы несколько дисков тоже выпустили. И надо сказать, что пока не пришла в нашу жизнь эта страшная пандемия, мы встречались раз в квартал с нашими больными. И особенно это всегда торжественно именно 11 апреля. Этот день является всемирным днем борьбы с болезнью Паркинсона. Исторически очень интересно, как вообще этот день возник. Дело в том, что и почему его символом является тюльпан, как вот показала уже Екатерина Витальевна. Дело в том, что в Голландии существовал известный селекционер тюльпанов. Как вы знаете, эта страна очень любит эти цветы. И когда-то даже луковицы стоили безумное количество денег. Ими расплачивались, покупали недвижимость. Так вот, этот известный коллекционер, он заболел болезнью Паркинсона. И в честь Джеймса Паркинсона, который, как вы знаете, описал это заболевание в своей прекрасной книге, эссе о дрожательном параличе, он вывел этот новый сорт, красный тюльпан с такой окантовкой белой. И посвятил именно этот сорт Джеймсу Паркинсона. Именно 11 апреля теперь является международным днем борьбы с болезнью Паркинсона. Я бы два слова добавил в плане сложности. Почему, действительно, причин на самом деле много. Почему вот такой опыт самоорганизации социальной, который характерен для западных ассоциаций, он неприменим, во всяком случае, если говорить о болезни Гентингтона, которая является важнейшей частью общей пациентской организации. Потому что эти заболевания наследственные, до последнего времени фатальные. Там сейчас кое-что меняется в плане подходов к терапии. И это определенная социальная стигматизация, которой многие пациенты боятся. Они не знают, какой сделать первый шаг. И стоит ли делать этот шаг, имеет ли он шанс какой-либо, привлекая внимание к себе и к своей семье по существу, к тем людям, родственникам, которые находятся в группе риска, решать свои проблемы. И задача нашего общества, так как мы рассматривали всегда, была как раз в том, чтобы разрушить абсолютные вредные стереотипы, мифы, касающиеся этой стигматизации, этой болезни, и показать, как можно и нужно жить с ней, даже если она до последнего времени оставалась в глобальном смысле слова неизлечимой. Это не значит, что им надо помогать. И направленность тех брошюр, которые вы показали на одном из слайдов, их довольно много, за эти куда копилось. Как питаться, как двигаться, как устроить бытовую жизнь, устроиться в квартире так, чтобы это было комфортно людям. Как находить себе друзей, взаимоотношения во вне, во внешнем мире, благо в эпоху интернета, это абсолютно актуально. И эти вещи, могу также сказать, что мы достаточно регулярно собирались, наши коллеги, сотрудники отделения активно влечены в эту программу. Она имеет большой успех, и пациенты, их родственники, они ждут каждой такой встречи, она приносит реальные плоды, реальные результаты, которые им очень нужны. Вот, пожалуйста, один из результатов, да, совершенно верно, да. Это конференция «Счастье жить», приезжают зарубежные коллеги. Мы видим, насколько важно им это общение, насколько важно. Нельзя, конечно, это бросать на полпути ни в коем случае. Так же, как с обществом с болезнью Паркинсона, мы ежегодно отмечаем этот день и устраиваем, там был один слайд, когда мы бал устраивали для пациентов, и это, несомненно, важно. И ежегодно мы отмечаем и дарим тюльпаны. Но проблема в том, конечно, что хочется... Вот в отношении хореги и генсингтона, мне кажется, сейчас очень много работы идёт, действительно. А в отношении болезни Паркинсона у меня ощущение, что никак не сконсолидируются как раз пациенты для того, чтобы работа шла более активно. Я бы, пожалуй, с вами не согласилась, Екатерина Витальевна. Во-первых, я хочу сказать, что во многих городах России организованы подобные общества. Это уже, если не ошибаюсь, около 12 городов. И они активно очень функционируют, эти школы. Возьмём, например, Новосибирск. Это хорошо, довольно известная школа. Поэтому я, пожалуй, с вами не соглашусь. И хочу сказать, что эта школа действительно очень важна, потому что, представьте, молодой ли пациент с ранним дебютом болезни Паркинсона, или более пожилой, когда он узнаёт об этом диагнозе, он сначала его не приемлет, отторгает. Затем он пользуется, конечно, интернетом, информацией, которая не всегда адекватна. И, как правило, впадает в депрессию. Поэтому здесь очень важно пояснить пациенту, что продолжительность жизни при болезни Паркинсона, при адекватном наблюдении, лечении, она практически не отличается от продолжительности жизни здорового человека такого же возраста. Это очень важно. И мотивировать его именно быть на диспансерном наблюдении. Вы знаете, что лет 10 назад в Москве и, кстати сказать, в других городах России была организована такая система паркинсонологов, когда в каждом округе был специалист, обученный или на нашей кафедре, или на другой кафедре, которая специализируется в этом плане. И это, конечно, повысило эффективность лечения и наблюдения, и социальную поддержку. Но, к сожалению, благодаря нашей оптимизации медицины сейчас это все не в таком хорошем состоянии, как хотелось бы. Поэтому я считаю, что все-таки активность этих школ на достаточно хорошем уровне. Другое дело, что нужно, конечно, поощрять именно инициативу самих пациентов и родственников. Да, я об этом и говорю. Это остается самым сложным пока. Да, это очень сложно. Вообще, очень много проблем у пациентов с хроническим нарушением движения. Это и сложности выписки бесплатных лекарств, бесконечное появление дженериков, которые часто оказывают большее количество и побочных эффектов, имеют меньшую эффективность. И трудности получения инвалидности, как мы знаем. Я уж не говорю о социальной помощи, об эрготерапии, когда у каждого пациента на дому должен быть так организован с тяжелой стадией заболеваний, так организован быт, чтобы это была безопасная среда. Да, действительно, это очень важно. Вы когда начали говорить про коммуникацию, когда врач коммуницирует с больным, и сообщает диагноз, что это такой стресс. Я недавно нашла интересное исследование, оно как раз здесь представлено на слайде. Кстати говоря, оно было инициировано тоже Европейской ассоциацией по болезни Паркинсона. Там был опрос, который проведен в 11 европейских странах по поводу коммуникации врача и пациента, по поводу того, как сообщается диагноз, по поводу того, что сообщает врач, что чувствует пациент и так далее. В общем, было достаточно интересно показано, что только 50% были удовлетворены диагнозом. И было показано, что когда мы, например... Я просто представляю себя, когда я сижу на приеме, ко мне приходит такой пациент. Первое, что я в голове держу, мне надо четко поставить диагноз, мне провести надо двигательные тесты правильно, оценить, объяснить про фармакотерапию. А пациенты, например, вот в этом исследовании отмечали, что им не хватало времени для того, чтобы задать вопрос. Им не хватало какой-то эмпатии от врача. То есть вот в этом отношении, мне кажется, тоже важный момент вот этой первой коммуникации с пациентом. И именно поэтому мы так бьемся, мы, то сообщество врачей, которое было инициатором пациентской организации и профессиональной организации, мы так бьемся за то, чтобы этот вид специализированной неврологической помощи находил определенные формы организации в самостоятельные приемы. На базе центров республиканских, городских, областных, на базе хотя бы специализированных кабинетов и врачей, которые ведут такой прием. И надо сказать, одной из гордостей нашего общества по болезням Паркинсона национального, то, что с 2008 года, несмотря на отсутствие каких бы то ни было законодательных решений и рекомендаций, приказов Минздрава и так далее, нам все-таки удалось при нашей поддержке открыть или поддержать открытие, или поддержать дальнейшие деятельности и не предотвратить закрытие. Целого ряда специализированных центров или перевести формат городского, республиканский, например, тоже есть примеры такого рода. И они сейчас работают в десятках городов страны. Потому что это и если главный врач идет навстречу и открывает такой кабинет, по определению он принимает, что прием неврологический будет длиться не 10-15 минут с таким пациентом, а гораздо больше столько, сколько нужно. Какое-то минимум оборудование требуемо для оценки хотя бы объективного состояния пациента, в том числе для мониторинга, для результатов терапии, отбор больных на высокотехнологичные методы лечения, на хирургические операции и так далее. Это принципиально важно. И поэтому мы так за это бьемся. Это очень значимо. И, безусловно, я надеюсь, что все-таки по мере укрепления, расправления плечи пациентских организаций, они нам будут помогать в решении этих вопросов. Это очень важный вопрос. Сергей Николаевич, мне хотелось бы добавить, что мы должны все помнить, что коммуникация с пациентом, который болен неизлечимым заболеванием, это еще значительное повышение его комплоентности, приверженности к лечению. Поэтому, конечно, очень важно соблюдать какую-то определенную золотую середину. С одной стороны, это должен быть врач, который действительно испытывает сочувствие к пациенту и аккуратно, аккуратно очень сообщает об этом заболевании, но обязательно должен быть и оптимистический компонент этой беседы. То есть нужно настроить пациента, что, несмотря на то, что это прогрессирующее заболевание, оно прогрессирует медленно. И сейчас есть достаточно хорошие средства и фармакотерапии, и нейрохирургическое лечение, которые позволяют продлевать жизнь до 25 лет. У меня действительно есть пациенты, которые 25 лет болеют, и некоторые из них даже продолжают работать. С ранними формами и больше могут болеть. Безусловно так. И поэтому, тем более, Наталья Владимировна, продолжаю Вашу мысль, что при данном заболевании, как и в других двигательных расстройствах, есть некоторые оптимистические изменения, есть позитивный компонент информации, который можно представить. Это как стакан, он наполовину, в данном случае он должен быть наполовину полон для пациентов, а не наполовину пуст. То, что болезнь серьезно, он узнает и без нас. И вот эти малюсенькие ростки того, за что он должен цепляться и бороться, конечно, дорого стоит. Но это может сделать специалист. И степень доверия пациента будет выше, к врачу если он будет работать на базе специализированного центра. Несомненно, это так. Да, действительно. Но у меня я хочу как раз воспользоваться ситуацией ведущей, потому что мне очень хочется, мы подготовили анкету, такой опрос для пациентов. Это большая достаточно анкета, которая будет занимать примерно 15 минут времени пациента. Но мне кажется, что эта анкета позволит отразить вот ту ситуацию, вот те ожидания от пациентов, от нас, врачей, которые есть в российской. Есть ли какие-то особенности у наших пациентов, нашей российской популяции? И мне очень хочется попросить наших врачей, которые нас слушают, поддержать эту инициативу. Мы со временем опубликуем сайт, где будет висеть эта анкета, и активно привлекать пациентов к заполнению, для того, чтобы мы могли проанализировать и получить какую-то для нас важную информацию на этот счет. Хорошее начинание надо поддержать, всячески, конечно. У меня еще один такой вопрос, Сергей Николаевич, наверное, к вам, по поводу регистра. Вообще, есть ли в России единый регистр, а вообще нужен ли он? Может быть, все уже изучено при болезни Паркинсона, и регистр не нужен? И вообще сложности регистров? Здесь вообще, конечно, не только про болезнь Паркинсона, а может быть, про хорей Гентентона. Я знаю, что по хорей Гентентона есть регистр, и он ведется. Потому что я недавно публикацию увидела в Нигерии, регистр в 2020 году. Даже в Нигерии. Даже в Нигерии. Регистр болезни Паркинсона. Вот нужен нам регистр, и как его сделать? И вообще, в чем трудность? Ну, первая часть ответа, ваш вопрос, что регистр, конечно, нужен. Как нужны регистры по другим, во всяком случае, социально значимым, и даже редким заболеваниям. Потому что регистр, это основа основы для принятия управленческих решений, организационных решений, с точки зрения организации специализированной медицинской помощи. Доступности и расширения возможностей для доступности технических видов медицинской помощи. Экономического расчета организации этой помощи. Основа основ это эпидемиология. Сколько этих людей? Не случайно, кстати говоря, эпидемиологический журнал имеет один из самых высоких рейтингов, и люди, которые работают в эпидемиологии, имеют один из самых высоких индексов, хирший. Потому что любая статья начинается со статистики, естественно. И люди, которые профессиональны, они очень востребованы. Регистр, конечно, нужен, несомненно. Более того, например, ежегодно обновляемые статистические сведения, как раз мы хорошо взаимодействовали с профессором Фегином из Австралии, который является руководителем этой службы целого института нейроэпидемиологии, создателем главного редактора журнала нейроэпидемиологии. Как раз данные по всем странам по инсульту, по болезни Паркинсона, в том числе, в России выходят. Другое дело, какова степень достоверности цифр, которые там зафиксированы. Оно по жестким правилам и проведенного на всей территории страны не существует. Наверное, это в России сделать особенно сложно, по сравнению с какой-нибудь Голландией или Бельгией по понятным причинам. Нельзя сказать, что нет никаких данных. Вообще это не так. Потому что все же проводились довольно серьезные эпидемиологические исследования в ряде городов и регионов по хорошим таким дизайнам с хорошей наукой. И в Нижнем Новгороде, и в ряде регионов Москвы, и в Хабаровске, я могу вспомнить, в рамках диссерционных исследований. Это первое. Второе. Помимо этого, у нас была попытка, которая длилась 3 года, провести электронный регистр болезни Паркинсона в нашей стране. Это, как раз, был один из примеров научной работы, научно-организационной, которую проводило наше общество. И на базе примерно 30 регионов, городов, тех самых кабинетов и центров экстремиологических заболеваний болезни Паркинсона, мы такой регистр электронный проводили, который может заполняться онлайн с приема. Та форма, которая была разработана определенной компанией, она была очень удобна, потому что целый ряд блоков информации, может, был распечатан для карты, для истории болезни, не дублируя информацию. Это было удобно, но это работа, которая требовала поддержки, в том числе материальной, потому что все-таки это дополнительные усилия, это необходимость выделять какое-то, может быть, дополнительное время для обобщения этих данных, это поддержание интернет, связи, в конце концов, это добрые воли главного врача, который этим занимается на базе, допустим, городской поликлиники. И поэтому, когда такая поддержка иссякла, в силу определенных причин ситуация у нас никогда не была простой в последние годы. Но, тем не менее, различные пертурбации и реорганизации, которые происходили в министерстве, которое то сливается, то разливается, и в других структурах, и в академии, то она есть, то ее нет, понимаете, и так далее. В общем, к сожалению, эта программа немножечко сошла на нет, хотя мы готовы восстановить все наработки, которые были. Это дало определенный результат. Мы хотя бы представляем сегодня, какова эпидемиология в нашей стране болезни Паркинсона. Например, это в районе 100, 110, 140 случаев на 100 тысяч населения. Понимаете, все, что больше, когда мы анализируем конкретный регион, оказывается проблема с диагностикой и с подходом к таковой. Это очень важный результат. То есть это еще обучение врачей необходимо. Вот почему еще это важно. Конечно, эти усилия нужны, и здесь нужно организовать начало. Опять же, хотелось бы видеть, может быть, какую-то заинтересованность Министерства здравоохранения. В первую очередь, мы готовы работать и своей наработкой предложить и такие попытки делать. Что касается болезни Паркинсингтона, это как раз пример того, когда наличие такой поддержки и организованной системы регистра позволяет проводить эту программу много лет, потому что исследованный регистри, который был инициированный довольно давно уже на рубеже нулевых годов в мире, как мультицентровой, сначала в Европе, потом в мире, НРО-HD, более крупная программа, и в нашей стране мы вошли в него, наш центр координирует эту программу в нашей стране. И, как видно на слайде, в 2015 году были включены по нашей рекомендации еще четыре города, в которых так сложилось, но болезнь Паркинсингтона имеет свои оригинальные, ну, не такие романтические, но вот были активные группы в Воронеже, в Нижнем Ноголе, в Казани, в Уфе, за которыми были сотни семей, которые готовы были диагностировать, и, что немаловажно, были генетические центры, которые готовы были подтверждать. И вот сегодня этот регистр ведется. За его ведение тем врачам, которые участвуют, есть определенные поощрения в плане поездок, в плане компенсации того, что берутся. Это не только эпидемиология, данные о пациентах. Возможен сбор биообразцов. То есть речь идет о разработке биомаркеров и оценке естественного течения болезни, в том числе с точки зрения биомаркеров. Вот суть программы Регистри. Мы очень гордимся тем, что мы в ней участвуем. И на самом деле публикации они тоже были и в нашем бюллетене, и в других журналах. И я думаю, что это работает и практику надо развивать максимально. Я, кстати, хотела бы показать бюллетень национального общества, потому что это, наверное, это такой основной журнал, что новое выходит. Именно о работе общества. Мы очень гордимся этим, потому что у нас много славных и достойных обществ профессиональных врачебной среде. Портрея, гипертония, даже несколько обществ, атеросклероза, такая хирургия, всякая хирургия и так далее. Но чтобы за обществом был отдельный печатный орган именно этого общества, это большая редкость. На самом деле выходят журналы, которые могут издаваться на базе общества, но они как правило. И вот наш бюллетень, как раз он такой, там есть и научная публикация, и информация о работе общества, и новые какие-то рефераты, и интересные исторические очерки о знаменитых людях, страдавших и боровшихся успешно, несмотря на болезни, достигших больших высот в своей профессии с этими заболеваниями. Мы очень гордимся этим бюллетеньем. На сайте есть все номера выложены, можно познакомиться. Я активно приглашаю коллег, кто нас слушает, участвует в работе, прислает свои материалы. Просто размышления о судьбах этой области неврологии, о том, как нам двигаться дальше вместе, потому что только вместе мы осилим ту дорогу и решим те задачи, которые стоят, безусловно. Да, это, конечно, сложно, и мне кажется, что это во многом на энтузиазме врачей держится, ну, и пациентов, конечно, тоже. Сергей Николаевич, извините, я хотела вас спросить, а как вы относитесь к самому термину нарушения двигательных расстройств или же экстрапирамидных? Как вам больше нравится? Ну, я думаю, что как и вы, Наталья Владимировна, потому что мы понимаем условность одного и второго термина, безусловно, понятие двигательных расстройств чуть шире. Конечно. Мы привыкли к экстрапирамидным нарушениям. Двигательные расстройства – это термин, который предполагает нарушение движения, связанное с нарушением вообще автоматизированного контроля за двигательными актами. В этом смысле оно включает экстрапирамидные заболевания, заболевания, обусловные упражнения, экстрапирамидная система, а также целый ряд мозжечковых синдромов, нарушения ходьбы высшего порядка и так далее. Пирамидных синдромов. И этот термин пришел, да, пришел к нам из англоязычной терминологии. И по-русски звучит не так эффектно, не так глобально. Мувмон-дизодер звучит несколько так более глобально. А вообще, чем болезнь движения, это расстройство движения. Почему мы держимся за термин экстрапирамидный, я могу с своей личной точки зрения. Почему нам важен термин экстрапирамидный, расстройство экстрапирамидных заболеваний? Почему? Ну, потому что это ключевая область всего, что мы видим на двигательных расстройствах. Потому что на самом деле это львиная доля заболеваний. И сам термин двигательного расстройства, вот мувмон-дизодер, возник когда? Когда появилась леводопа. Вот двигательное расстройство, как область неврологии, родилась, как считается, сначала, когда появились леводопы, когда стало понятно, что это не просто некий синдром, который можно наблюдать, что там радикальные изменения клиники, а потом удивительное осложнение на фонотерапии. Значит, сложная пат физиология базальных ядер. И тогда стало понятно, что это целая область. А драйвером была экстрапирамидная патология и болезнь Паркинсона. То же самое. Именно на экстрапирамидных заболеваниях из всего числа двигательных расстройств у нас получило удивительное развитие нейрофармакологии, я уже говорил, леводопе, но не только она. Именно на базе экстрапирамидных заболеваний, а не мозжечковых, и никаких трансродств ходьбы у нас получило развитие нейрохирургии, нейромодуляции, в том числе инвазивные. Там же анимальные модели. Поэтому, понимая, что одно включает другое, мне важны значимые оба термина в разном контексте немножечко. Мы должны так и выстраивать свою работу с молодыми докторами. Да, я с вами согласна, потому что действительно термин двигательные расстройства – это и пирамидные нарушения, и нервно-мышечные заболевания. То есть это действительно безбрежное море. По самому термину мне нравятся двигательные расстройства, а название центра, когда мы говорим о названии центра, мне нравится больше экстрапирамидной центра. Это то, о чем я говорю. Есть некие нюансы восприятия, более глубокого, более значимого, конечно. А у меня еще такой вопрос. Может быть, я не права в отношении клинических исследований. Наталья Владимировна, вот есть ли у вас какая-то… Вот у меня ощущение, что в нашей стране несколько такой подход к клиническим исследованиям и пациентов, и врачей, скажем так, ну, как бы терминологически это сказать. Насторожены. Насторожены, да. То есть у нас… Я посмотрела, например, Майкл Джеймс Фокс фонд, да. У них есть целый проект, который посвящен… Целое исследование было инициировано по отношению к участию в клинических исследованиях врачей и пациентов с болезнью Паркинсона. И оказалось, что 80% врачей, в общем-то, вообще даже не упоминают о том, что есть клинические протоколы и можно в них участвовать, а большая часть пациентов вообще об этом не знает. И была инициирована целая программа, вот здесь она есть, да, то есть это национальная инициатива, которая была направлена на повышение осведомленности о клинических исследованиях, потому что есть пациенты, которые хотят участвовать, да, есть пациенты, которые категорически отрицают и не хотят участвовать. Как вам кажется, в нашей стране какое отношение к клиническим исследованиям и вообще за эти годы изменилось ли количество клинических исследований в нашей стране, уменьшилось, увеличилось? То есть какая сейчас ситуация? Я бы ответила таким образом, что здесь рекрутирование, то есть введение пациента в исследование, очень зависит от самого исследователя. Я занимаюсь этим уже, наверное, около 30 лет, так же, как и вы, Сергей Николаевич, в международных двойных слепых контролируемых исследованиях, мультицентровых. И надо сказать, что здесь все зависит от самого исследователя. Если вы мотивируете пациента войти в это исследование, если вы ему объясняете четко плюсы и какие-то минусы, которые он будет испытывать, если вы объясняете, что это примерно 50% прием пустышки, плацебо, то все равно мы очень хорошо, я знаю, что и ваш центр, Сергей Николаевич, и наш центр, очень хорошо набирает пациентов. Гораздо даже в большей степени, чем, скажем, за рубежом. Потому что периодически мы видим вот эти вот кривые наборы больных, и я знаю, что нам дают, как правило, дополнительный набор. Поэтому очень важно, чтобы сам исследователь имел хороший опыт и мотивировал больного для включения. Естественно, если это некомплоентный больной, он отказывается, если он считает, что это эксперименты на людях, опыты на людях, если он боится побочных эффектов, и он не подписывает это информированное согласие. Но большой проблемы, я считаю, нет. Тем более, что в последние годы, понимая то, что это пациенты с развернутыми часто стадиями болезни, у которых сложности к передвижению, фармацевтические компании, компании, которые организуют эти испытания, они предоставляют бесплатный транспорт. Это очень важно. К тому же мы с вами знаем, что некоторые пациенты, например, не хотят подвергаться инвазивным исследованиям. В некоторых, например, исследованиях необходимо брать ликвар, спинномозговую пункцию проводить и брать ликвар. Или брать анализ крови на какие-то генетические исследования. В такой ситуации мы просто переводим больных в ту группу, которая отказывается это делать. Это не каждый пациент может. Здесь очень важно четко, совершенно объяснять больному его преференции, которые он получит от этого исследования, и напротив. Что касается общего количества исследований, я считаю, что, Сергей Николаевич, вы, наверное, со мной согласитесь, к сожалению, общая ситуация в мире, возможно, влияет и санкции тоже. То количество исследований именно по болезни Паркинсона, они сейчас несколько уменьшились. Но появляются все более сложные, в частности, подкожные инфузии, леводопы, очень сложные исследования. Они идут сейчас у нас? Да. Сергей Николаевич, вы, по-моему, участвуете. А, нет, вы не участвуете, но участвуете в несколько центрах. Я сейчас добавлю два слова. Очень интересный, очень сложный, очень важный вопрос. Вот когда, Екатерина Талина, вы называли две категории пациентов, кто хочет участвовать, кто не хочет участвовать. Я бы добавил третью. Кто не хочет, но при грамотном объяснении того, что из себя представляет клиническая исследование, тем более международная, он может захотеть и захочет. Это третья категория, тоже очень важная. Безусловно, все должно делаться в грамотных подготовленных центрах. Там должны быть сертифицированы люди. Тот случай, когда сертификат бумажка, это не бумажка, это то, что подчеркивает знания человеком основных принципов этических, юридических, организационных, медицинских. Это очень важно. Для нас очень важно участие в этих исследованиях. И дело заключается отнюдь не в деньгах, потому что не все из них какие-то дорогостоящие, сверх какие-то. Дело совершенно в другом. То, что центр, страна определенная, включено международным сообществом в очень жесткой, по регламентациям, мы знаем, какие жесткие юридические нормы, особенно в некоторых странах, в клинической мультицентровой международной исследовании, это признак высокого авторитета этой страны. Органов, которые законодательно регулируют медицинскую деятельность, конкретных центров и конкретных людей, которые стоят во главе этих исследований, так называемых, пиаи главных исследований. Если хотите, это признак цивилизованности страны, которую включают в эти работы. И надо даже сказать, что тем не менее ряд исследований, да, и с ними сейчас сложно бывает, но нам предлагают новые работы. И как ни странно, Наталья Владимировна, я вот вас расширил. По болезням паркетинсона, да, просто наше субъективное наблюдение несколько поменьше стало. Может быть, новых продуктов, это же волнами идет. Но у нас резко увеличилось количество новых продуктов для орфанных заболеваний. Мы сейчас тоже в нескольких участвуем. Те заболевания, которые ранее были, в принципе, некурабельными, мы дожили до удивительного времени. Ряд нейрогенетивных заболеваний, генетических, в том числе, мы сейчас проводим исследования со сложным, с эндолюмбальным введением препаратов, с очень сложной схемой введения через инфузомат, часового фермента, терапии, метаболизм, помпы и так далее. Но там поразительные результаты, пациенты начинают ходить, они возвращаются к жизни на глазах. Поэтому это удивительное время, счастливое. Вот такие центры надо поддерживать, они нам очень нужны. Это один из способов разговаривать с миром на одном языке, все-таки как ни крути. Поэтому, конечно, это тоже одна задача общества. Да, я еще хотел Сергею Николаевичу добавить вот что. При мотивации вхождения в исследование очень важно, что в ряде мультицентровых исследований существует открытая фаза. Когда заканчивается двойное, слепое контролируемое, пациенты переходят в открытую фазу и получают все активные препараты. Причем иногда это длительные, пролонгированные исследования. Это очень важно. Это фактически возможность получить доступ пациенту до всякой официальной регистрации. К новым лекарствам. А я считаю, что любыми возможностями надо пользоваться легальными, которые есть для того, чтобы пациент получил нужное дорогостоящее, новое, тем более эффективное лечение. Это очень важно. Но по сути получается, что у нас пациенты узнают об исследовании, когда приходят в этот центр. То есть у нас нет никаких информационных таких ресурсов, что вот есть такое-то исследование, есть такое-то исследование. Пациент залез, например, в интернет и увидел. То есть такого у нас площадки как бы нет. Я считаю, что она не нужна. Потому что Сергей Николаевич совершенно правильно сказал, что вести исследование должен быть научный сотрудник и клиницист, который имеет опыт. Потому что это повышает комплоентность пациентов, которые входят в это исследование. Я считаю, что не нужна такая широкая огласка. И в том случае, совершенно справедливо, я согласен полностью, Антония Владимировна, и в том случае, если конкретному центру, который ведет набор, по определению ведущих крупных центров, у них большой прием амбулаторный, стационарный болит много. Им, грубо говоря, хватит пациентов, когда-то добавить. Но если возникает нехватка каких-то редко-особых пациентов, у нас есть свои шаги и пути, как корректно связаться с центрами, которые мы знаем по всей стране, то, чем занимаются, найти, обеспечить отбор, не устраивая иногда преждевременный ажиотаж, потому что мы не знаем, будет ли кинопрепарат. Начинается необоснованная надежда очень жестоко по отношению к пациентам. То есть очень тонкая грань, к которой нельзя переходить. Конечно. Сергей Николаевич, мы уже так должны скоро завершать. Так интересно, и мне очень много чего хочется спросить, но мне хочется спросить, в первую очередь, еще один вопрос. Сейчас развивается генетика. Мы знаем, что у моногенных форм болезни Паркинсона там более 20 генов описано. Для науки я понимаю, для чего это надо. Для практического врача, который сидит, паркинсонолог на приеме. Для чего? Насколько нужны знания этих генов? Когда мы сможем, например, направлять пациентов на генетическое тестирование и вообще нужно ли оно? То есть вот вопрос о генетике. Вы так считаете, нужно? Я говорю, поважаю, на что нужно. Кажется, нужно. Объясню, о чем речь. Конечно, вы абсолютно правы, Виталья. 20 лет назад, с небольшим, когда был открыт первый ген, это была больше академическая наука. Хотя, так получилось, первый ген был ген на альфа-синуклеина, он показал, что это абсолютно главный молекулярный игрок, молекулярная патология связана с этим белком. Это был прорыв и революция. Потом животные модели появились и так далее. Но все же, в целом, знание или незнание конкретного генетического статуса, конкретного пациента еще совсем недавно, в общем, не давало каких-либо преференций в руки врача. Это оставалось уделом небольшого числа центров. Тем не менее, ситуация меняется. Безусловно, сегодня желательно знать генетический статус больного по некоторым соображениям. Во-первых, потому что все-таки течение заболевания немножечко другое, риск развития несколько иной, и стратегия подбора терапии может меняться. Кстати говоря, это касается и хирургии, потому что генетическая форма очень хорошо откликается на хирургическое лечение. Второе, это, конечно, если пациент попадает в руки генетики, это медики генетические консультирования в семье. Пациенты всегда ставят вопрос, что будет с детьми, насколько великий риск. Сегодня мы можем предотвращать развитие рождения больного ребенка не только с помощью, допустим, пренатальной диагностики, что предполагает прерывание времени и не всех устраивает и не для всех приемлемо, а с помощью преимплантационной диагностики, не доводя до этого. И, наконец, третье и самое главное. Я уже упомянул в своем предыдущем ответе. Последние три года впервые в истории изучения двигательных расстройств на эрогатизмах заболеваний и уж болезни паркинсона, вот если говорить об этом заболевании, появились реальные подходы к молекулярной терапии конкретных генетических форм болезни паркинсона. Сегодня в мире проводятся многоцентровые плацебо-контролимые исследования минимума для трех генетических вариантов болезни паркинсона. ЛАРК-2, ГНЖБИ, специалисты знают, что это такое. Идет рекрутирование пациентов. Наш центр сейчас рассматривает определенные предложения, потому что набрать таких больных очень сложно. Но это реальные молекулы, которые воздействуют на реальный белок, для которого у нас есть определенное представление, что с ним происходит при наличии мутации в этом гене. Это совершенно фантастический этап в развитии изучения болезни паркинсона. И хотя бы ради этого мы должны этим заниматься. Что касается практического врача, он не должен знать все 20 генов. Я их сам не очень помню. Для этого есть справочные какие-то редкие, какие-то частые. Но он должен точно знать, что есть генетика, 10-12% болезни паркинсона. Он должен точно знать, в какой центр обратиться для этой диагностики. А сейчас развивается уже панельное экзомное сиквенирование. Он должен понимать хотя бы в его чертах, почему это важно. Спасибо за ответ. Ну и, наверное, еще один вопрос хотела бы задать. Последний, наверное, всего на сегодня. Вот здесь я собрала основные крупные фонды и ассоциации связанные с болезнью паркинсона, которые есть в мире. Я посмотрела, сколько денег они направляют на исследование. Вот в этих условиях мы можем как-то конкурировать. То есть у нас же нет таких бюджетов. Или есть, или мы просто не знаем. Как нам конкурировать вот с такими бюджетами? В науке я имею в виду. По-моему, это очень печальный слайд. То есть на мой взгляд. Этим не надо завершать передачу. Вам надо было завершать две минуты раньше эту передачу. Я тоже так считаю. Ну просто действительно меня восхищает, насколько это крупные фонды, насколько крупные программы. Это отличается, Наталья Довиловна. Ну, мы, наверное, высказываем сомнение. Понимаете, ну это что тут говорить? Есть какие-то грустные вещи в нашей жизни, есть реальность, с которой мы живем. Понимаете? Это вообще вопрос о состоянии нашей науки и состоянии науки ведущих, подчеркну, ведущих зарубежных стран. Потому что все-таки эти фонды могут быть международными, но они базируются на базе все-таки определенных стран и определенных организаций. Да, это так. Ну, во-первых, теоретически для некоторых фондов есть возможность участвовать в представителе любой страны. Если есть идея, технологически проработанные, такие примеры есть. Во-вторых, все же, понимаете, мы должны понимать, что не все идеи, не все стартапы, а это научные стартапы, могут быть успешными. И поэтому, на самом деле, есть коллективы в нашей стране, которые ведут научные проекты по сформированной тематике или в рамках какой-то новой идеи, которая, конечно, не столь затратна, потому что это общее финансирование, 90% из которого никуда не пойдет. Там несколько лет назад мы обсуждаем очевидные проблемы, сколько потратили в мире, сколько на проблемах в стране. И мы говорили, слушайте, ну мы не так плохо выглядели. В мире потратили там 4 миллиарда на эту проблему, ее не решили. Мы потратили 90 миллионов. Результат тот же, такой же, абсолютно сопоставимый, ничем не хуже. Поэтому смех смехом, ну что тут можно сказать? Мы будем надеяться на то, что вот сейчас, этот год, объявим годом науки в нашей стране. Это хорошая инициатива. Очень хотелось бы, чтобы эта инициатива была поддержана определенными конкретными шагами со стороны профильных министерств, со стороны руководства страны, которая неоднократно подтверждала понимание того, сколько важна фундаментальная и клиническая наука, если мы говорим о медицине, для целого ряда аспектов жизни всей страны в свете продолжительности жизни, увеличения задач, которые ставятся. Поэтому давайте будем считать, что вот с этого года, с годом науки, начнутся более динамичные изменения в области, касающиеся поддержки серьезных крупных научных проектов. Потому что стакан наполовину полный. И хотела еще спросить насчет Конгресса. В этом году Национальный конгресс по болезни Паркинсона был перенесен. Какие у нас перспективы, когда он будет? С большой вероятностью, я надеюсь, что в конце этого года мы его принесли. Все-таки мы постараемся его провести для того, чтобы обеспечить хотя бы не чисто заочно-заочную форму. Уже скучаем. Они отрабатываются, эти формы. Мы, на самом деле, этот год не прошел даром, потому что мы реально на себе вкусили все прелести вот этих заочных форм разных, в разном виде, очно-заочных и так далее. Поэтому я думаю, нечто подобное состоится в этом году. И где-то в конце марта, в начале апреля мы объявим официально об этом. Как раз будет полгода на подготовку. Может быть, не столь широко, как это было в прошлые годы с некоторыми ограничениями по формату, но это будет реальный смотр опять наших достижений за 3-4 года прошедших. Я очень надеюсь. Да, мы тоже надеемся. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Сергея Николаевича, Наталья Владимировна. Очень интересно, жалко, мало времени, хочется задать еще много вопросов. У нас есть возможность сейчас, есть ли вопросы у нас, мы сейчас прервемся на минутку. И если есть вопросы, дорогие коллеги, задавайте их, то есть мы можем, у нас еще есть время обсудить. Дорогие друзья, мы видим, что в чате нет вопросов, и, наверное, мы тогда будем завершать нашу передачу. Я хотела бы, Сергей Николаевич, Наталья Владимировна, чтобы вы пожелали нашим коллегам что-то, что бы вам хотелось пожелать нашим коллегам. Ну, я хочу, во-первых, поблагодарить вас за внимание. Дорогие друзья, мы будем надеяться на дальнейшие наши встречи. И, конечно, прежде всего, хочется пожелать вам здоровья, берегите себя, и, конечно, пожелать оптимизма. Спасибо всем, кто участвовал, всем, кто нас слушал. Нет вопросов, мы увидим, что есть благодарности, очень искренние, нам очень приятно, на самом деле. Я тоже хотел бы пожидать и оптимизма, и веры в то, что все будет хорошо в целом. Безусловно, это так. И я хотел бы, обращаясь к коллегам, помнить о том, что есть все-таки центр у нас специализированная, есть врачи, ученые, которые занимаются этой проблемой. Давайте общаться, у нас достаточно возможностей для такого общения на конференциях, на наших учебных школах. Мы всегда открыты, мы ждем вас, для того, чтобы обменяться мнением и развивать эту область неврологии вместе с вами. Спасибо вам еще раз. Спасибо, дорогие коллеги, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok